Пам-пам! Привет! С вами Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и мире за последнее время. Но сначала хочется сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мое предыдущее видео. Очень приятно, что мои мысли достаточно сложные и тяжелые нашли отклик у огромного числа людей. Приятно! Пам-пам! Вы слышали про теорию Большого Взрыва? Ну, я не про то, как Вселенная появилась, а про сериал Теория Большого Взрыва. Он до сих пор идет, серьезно, 10 сезонов. Это самая затянутая в мире шутка про отношения гиков с противоположным полом. Мало того, это до сих пор самый популярный американский сериал. Он настолько популярный, что они решили запустить спин-офф этого сериала про молодые годы Шелдона Купера. И я уже чувствую, насколько там офигенный будет юмор. Меня лично хватило на два сезона основного сериала. И то потому, что я смотрел, как я встретил вашу маму, а его озвучивал Кураж Бомбей, он озвучивал Теорию Большого. Короче, мне стыдно до сих пор. С одной стороны, обещали Джима Парсона под тинейджера не гримировать, что уже хорошо. С другой стороны, продюсер остался тот же самый Чак Лори. Вы понимаете, к чему я уклонил? В 2016 году подростковую комедию о гике будет снимать дедушку, которому 64 года. Что может пойти не так? Пам-пам. Вам, наверное, интересно, почему я такой грустный. Нет, это не потому, что я не тот стул выбрал. Я просто понял, что не успею осуществить свою детскую мечту, а это всегда неприятно. Она, конечно, немного странная, я это признаю, но, знаете, я всегда, всегда хотел своими глазами увидеть четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Та самая, где 26 апреля 1986 года была зафиксирована одна из самых страшных и ужаснейших техногенных катастроф в истории человечества. А 20 марта 2007 года была зафиксирована самая тупая концовка в истории видеоигр. Я не уверен, что кто-то понял отсылку на Сталкера, но Мэдисон, сделай обзор. Дело в том, что строители заявили об окончании сооружения нового саркофага. Вот этой огромной штуке, которую осталось немного подвинуть, заделать дырочки, и все, мы больше не увидим четвертый энергоблок. Украина потеряет одну из своих важнейших достопримечательностей. Сначала ласточки на гнездо, теперь это. Дело в том, что старый саркофаг уже изрядно потрепался, он допускает утечки радиации, да и контролеры всех замучили. Под новым куполом старые будут разбирать и постараются придумать, куда деть 200 тонн урана, которые там захоронены, потому что это очень много урана. Чтобы такое количество радиоактивного вещества полностью распалось, нужно 700 миллионов лет. И для справки это число я придумал, просто из головы взял. Бумаги не уголовил? Хотя я подумал, какое пора валить в Чернобыль? Даже если бы не отложили возведение саркофага, мне все равно закрыт въезд на Украину. И мне второй раз расстроился. Пам-пам. Возможно, некоторые из вас заметили, я не у себя дома нахожусь. Хотя очень похоже. Я в Икеа по двум причинам. С одной стороны, я присматриваю себе вот тот симпатичный Фьордан, потому что мне кажется, что он хорошо впишется в интерьер моей ванной. С другой стороны, может деньги на Рагрун потратить. Сложный выбор. А во-вторых, ребята из Икеа позвали меня в гости, потому что они хотят устроить в России новый официальный праздник. День дома. День, когда можно остаться дома и посвятить время себе и любимому делу. Например, чтению книги на непонятном языке. Прямо сейчас у себя на сайте, ссылка на него есть в описании, они собирают подписи под своим обращением о том, чтобы такой праздник сделали в России. Помимо этого, они принимают необычные, короткие, буквально секундные ролики с идеями о том, как, собственно, можно провести день дома. Например, играть, спать, размышлять о бессмысленности всего сущного. Я, на самом деле, еще несколько таких штук записал и добавил их на сайте, может быть, кто-нибудь из вас найдет. А заодно можете обращение подписать и какой-нибудь свой ролик добавить, потому что, ну, лишним праздник не будет. Тем более тот, который оправдывает сидение дома. Пам-пам. Сразу два интересных трейлера появились на просторах сети. Не знаю, как вы, но лично я рад, что научная фантастика опять популярна, хоть иногда со странными решениями. Во-первых, долгожданная экранизация культовой манги «Призрак в доспехах» соскарлет Йоханссон в главной роли. И когда я говорю слова «долгожданный», «культовый», это совершенно не искренне, потому что я мангу не читал, мультики не видел. Но сам трейлер выглядит очень сочно, похоже на такого современного Блэйдраннера. Захожу. Настораживает только то, что режиссер фильма до этого снял такую глубокую и сложную картину, как «Белоснежка и охотник». А главную роль азиатского андроида играет белая женщина. Мы спасли тебя, чтобы ты спасала других. А еще трейлер нового фильма Люка Бессона, который внезапно решил всем напомнить, что когда-то он снял «Пятый элемент». И боже, в главной роли сама Кара де Левиль. Эти взгляды, эта манера держаться в кадре. Я только-только отошел от отряда самоубийц. И тут опять. Я должен сделать признание. У меня есть такая мечта. Однажды все-таки оказаться наедине с Карой. Нагнуться так на ушко и сказать «Дорогая, это не твое». Кто тебе сказал, что ты актриса? Вот это все. Это клево, да, конечно, я не спорю, но в фильмах сниматься после такого не нужно. У тебя выразительные брови, а не роли. Успокойся. Что ж, это все на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. И если не хотите пропустить новые выпуски, то подписывайтесь на канал. Лайки ставьте. Пока.